Обсуждение, рассуждение в доте можно рассуждать бесконечно Ведь действительно сотни героев, сотни предметов И просто миллионы развития возможностей И различных стратегий Почему снизу, хотел бы сказать, что посильнее Ну, очевидно, это Луна и Текунка Луна просто, это номер один, наверное, сейчас кэри Вообще, в принципе, в нынешней мете 9 из 10 игр, которые я видел именно на турнирных каких-то матчах Луна побеждала То есть в одной игре с 10 были случаи, когда Луна все-таки проигрывала Ну и далее видим Канка А Канка тоже, ну, настолько имбовый персонаж Кучу урона вносит Есть свой также контроль, сколько контроля Но при этом и массу урон также свой абсолютно вносит Ну и Shadow Demon Один из самых, наверное, популярных и лучших саппортов тоже в нынешней мете Это говорит о многом Пик сверху, смотрим Вайпер Вайпер тоже, конечно, имба Но пока не ясно, куда пойдет, скорее всего, на мидл Наверное, патч четверка-пятерка Абадон на позиции 3 Ну хотя тоже может сыграть как саппорт Ну и Тракса, Дроу Рейнджа, Ранаджа Скорее всего, будет на позиции кэри Можно с вами так предположить Видим, что по последнему бану и по последнему пику осталось для команд И в принципе банлист у команды Иви пока, мне кажется, тоже более, так скажем, какой-то акцентированный, продуманный То есть тот же визаж, да, который дает просто мощнейший плевок, куча урона При этом еще и станет своими горгулиями Далее также Пак Который уйма контроля и импакта вносит файты Решили тоже от него избавиться Сверху видим, что Замбак, да, довольно классный тоже банлист Кстати говоря, это Рубик, Омник и Андаинг Далее Клокверк Ну в принципе, кстати, смотрите-ка, банлист у Сфарми тоже очень нравится Забанили Шторма, Пангольера В том числе и ТХД Он же Джакира Снизу Квапу отравили в бан Ну, по сути, сверху осталось пикнуть, наверное Ну, наверное, либо саппорта, либо мидера, пока непонятно По большей степени, мне кажется, что вайпермид Куча саппорт Ну, наверное, еще один саппорт остался для коллектива Спар Хотя могут и пуча, и ободон как саппорта отыграть Но что-то как-то это такое себе Ancient Operation Выпадает у Тим Спара Будет он, наверное, вместе с Пуджом Играть на саппортящих линиях Абодон Ну, кстати, может и абодон В саппорте быть Почему бы и нет По большей степени, я думаю, да Что, возможно, и пуча тройка Соответственно, вайпер пойдет на мидл А снизу ситуация более-менее Тоже интересная Ну, канка, либо тройка, либо мид Но больше склоняется, что пойдет При наличии батрайдера Он на тройку Батрайдер Мидл Шадоу Демон Саппорт Луна, понятное дело, Кэрри Ну, и еще один саппорт Здесь нужен для коллектива Иви Пишите в чат, дорогие друзья За кого болеете в этом противостоянии Возможно, есть у вас какие-то подметки Рассуждения, обсуждения Что готовы предложить Здесь В данном случае Пообсуждать Кто же кому здесь Все-таки по большей степени нужно Какие герои Ну, и чей драфт выглядит Для вас предпочтительнее И посильнее Ну, наличие Ancient Operation У Спар Для меня лично дает Как бы Некоторые все равно сейчас уверены Что и У Спара тоже Более-менее пик становится хорошим Ну, и то, что более-менее хорошим Даже Оптимальным, я бы так сказал Алина выпадает у Спирит Ну, давайте посмотрим Кто же все-таки будет играть За кого Самлай играет за Алину Калика Кекс за Луну Здесь Куст Куст играет за Shadow Demon S2 to B Нужно посмотреть, кстати говоря Как же все-таки расшифровываются Ники у этих команд По всей видимости Это не так-то и просто Ну, у нас матч группы B Давайте посмотрим С Эмилье Играет на Лине Далее мы с вами видим Коллега Кек S2 to B Ice Kust Далее PHP PHP Можно сказать так Сверху Авдо Уни Римсейна Чуя И Дульсинея Комментировал как-то уже Матч команды Спар И насколько помню Римсейн играл На позиции саппорта А у нас тут А у нас тут какая-то проблемка Но надеюсь, что мы сможем переключиться Ёбаный Д vibe Дай Squire Продолжение следует... Комментировал как-то уже Дай Squire Комментировал как-то уже Продолжение следует... 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 Ничего не куплено. Ну, следующий арт, наверное, будет это ботинок. Есть, конечно, здесь Falcon Blade, который дает, если что, где-то оригена, где-то урона, конечно. И по фарму будет дела получше складываться здесь у Чуи. Тут Они приходят на мидл. Сомелье проблемы. Проблема у Сомелье. Он тут даже не заберет, скорее всего, и Дульсинею. Но 7 секунд до хука и так добивает. Тычка здесь Дульсинея, своего оппонента. Как же хорошо складываются дела на данном этапе у коллектива спаров. Да, начало вроде не задалось, но сейчас ловят на ошибках соперников. Где-то тиммейт тоже прилетает, помогает. Но пока Путч реализовывает себя довольно хорошо. Уже достаточно много было хороших от него хуков. И 35 килов имеет он на своем распоряжении, на своем счету. На миде приходят Сомелье вместе с С2ТБ. Могут попытаться что-нибудь сделать. Возможно, снести вышечку. Чуть-чуть, по чуть-чуть. Но там, если что, тоже на подмоге находится. И Они. Они попадают, цепляют тут Сомелье. Сомелье проблемы огромные испытываются. Сомелье тут умирает, конечно же, без проблем, без шансов. Но как же хороший этот Путч. Как же он хукает. Да, действительно, Они много работы на карте делает. И пошел Роми дальше. Помогать тиммейтам снизу. Зацепить Кунку. А почему бы и нет? Действительно, все получается. Вошел в Кураж. Ну, там Луна тоже потихоньку готова. К тому, чтобы уйти уже в глубокий фарм. Есть Маска. Готовит для себя, конечно же, Мон, ПТ. И Маска уже одна есть. Именно в Райсбэн. Тут погибает Куст. Кстати говоря, забирает его Чуи. I just am Chui. Куст, оказывается, получается, прилетел сюда на низ подраться. Я так понял. Но упустили мы этот момент. Пока 7 безответных киллов мы с вами видим от команды спар. Да, первые 2 килла сделали Илья. Затем 7 подряд уже для себя делают спар. Получается, все хорошо на линиях. 2000-е творчество преимущества на данном этапе. С2ТБ хочет зацепить, по всей видимости, Авдо. Будет ли влетать Кек ультимейтом? Да, все-таки ульту Они промахивается здесь хуком. У Они нету 6-го левела, чтобы как-то законтролить своего оппонента. Но есть Вонючка, которую можно поиграть. А дальше появляется уже 6-й левел у Они. И боится, конечно, коллега Кек уже здесь подходить к своему оппоненту. Драка снизу. Возможно, будет выход на канку. Не зацепили здесь его. Куст также двигается здесь под смоком. У Римстейна могут быть проблемы. Римстейн накидывает щит. Старается Айс Куст как-то его зацепить. Но тоже как-то пока не выходит. Луна пока топ-1 по фарму. 47 крипов. Но давайте посмотрим по общей ценности. Мне кажется, тракса впереди за счет этих киллов. Ну да, тракса впереди. На 400 голды. Топ-1 по Нетворсу. Чуи. Но до сих пор, пока 6-й левел не апнул Чуи на данном этапе. PHP вместе с Кустом до ним гонятся. Гонятся. Прилетает сюда и коллега Кек. Еще и Пудж. Влетает корабль. Корабль по двоим. Хороший корабль. Проблемы, конечно, будут здесь и у Пуджа. В том числе за Пуджем выезжает просто вся команда. Вроде как и прилетает на подмогу здесь Дульсиней. Но Дульсиней здесь вряд ли что-то сможет сделать. Кроме как забрать Айс Куст. Айс Куст пока живет. До сих пор закидывается в Астрал. Но Дульсиней пытается всячески покинуть эти позиции. Но Дульсиней тут тоже будут проблемы. Ловят его. Сжигают. Сгорают. И это отличный файт. И выход в любом случае от команды Иве. И... Выходит вперед по Нетворсу. Вот итог бой. Отыграли 2000 Нетворса. Забрали 2000 экспы. Ребята из команды Иве. Отличный файт. И реализация от них. Но там еще и Пудж прилетел прям точно сюда. Куда ей как бы корабль запустил Канка. Прям на эти позиции. Ну корабль конечно царский. Я думаю что сам PHP конечно не ожидал такого. Но. Получилось как получилось. Отличный хук. Снова Атони. Погибает Shadow Demon. Пока не тратят ульту. А кстати говоря нет ульты. Почему-то у Пуджа. А почему же он не вкачал ульту. Мне интересно. Может быть мискрик. Канка. Тут в одного играет. Но Канка просто так умирает здесь на данном этапе. Как и вот здесь тоже умирал. Подставлялся зачем-то. И тут как-то так же получилось. Непонятно. Здесь руководствовался PHP. Возможно конечно было какое-то понимание. Идея у него. А там кстати отцепляется хуком. Сразу же батрайдер прилетает прямо. В лапы соперника. Все преимущества которые они заработали с прошлого файта. Уже. Утеряна. Как дела у Луны. У Луны уж должен быть Мом. Да. Мом есть. ПТ также имеется. Дальше. Подфармлив. Подфармлив. Будет фармить Яша. Тут хорошие стаки для него уже имеются. Ну что же. Будет и драка. Будет ловить Пуджа. Фармит Калека Кек. Довольно много стаков конечно же. Промахивается у них хуком. Появляется у него сейчас уже ультимейт. Как больно больно здесь Shadow Demon. Будет ли драка. Луна далеко находится. У него нету ХП. Понимает прекрасно. Это конечно команда спар. И из-за этого начинает уже свою драку. Свою инициацию. Хотят еще и вражеские стаки. Возможно подобрать минус Shadow Demon. Дальше проблемы конечно будет здесь у Иви. Сколько тут стаков. Просто сколько тут денег. И экспы валяется. И все это по всей видимости достается команде спар. Большим трудом батрайдер. Все таки добивался этого. Но тут без шансов для коллектива Иви. Минусует. То есть еще есть 2 ТБ. Правда Семили находит свой минус. Но пока стаки держатся. Саки стоят. Но как же долго будет пока не ясно. Но по всей видимости за стаками не погонятся здесь игроки спар. Стараются у них снова кого-то нахукать. Что ж будет еще одна драка. По всей видимости у Лины ультимейт откатится практически через 10 секунд. И дальше можно будет начинать снова свою инициативу. Но там коллега Кек далеко находится. И по всей видимости драки не будет. Стаки не заберут в данном случае игроки спара. Но у них нечем их забирать. Будем объективны. Ой подловили тут батрайдера. Батрайдер сразу отправляется в таверну практически. Но тут закидывает в астрал его шадоу демон. Но все равно это не спасает. Конечно здесь из АТБ залетает. Еще и здесь ульта от аппарата. Но уже не на кого здесь в принципе ее оформлять. Пач все ищет, ищет на кого накинуть свой хок. И видимо постараются здесь забрать тракса под это все дело. Стаки. Ой-ой-ой. Как же много голды. Как же много денег и экспы здесь конечно получат. А еще и Луна возможно тут для себя забрала. Точнее Лина. Прошу прощения. Ультимейт от Авдо. Больно конечно здесь шадоу демону. Но Калик Акек тоже здесь должен погибать по итогу. Но пока конечно развал. Развал здесь от спара. Ой. Хавает в данном случае Канку. Канка седьмой. Прилетает тракса. Тракса тоже довольно больно здесь уже нарезает. Много урона и от вайпера траксы нет. Но тут конечно без шансов. В этом факе полностью законтролили и выиграли эту позицию. Игроки команды спар. Ну и далее еще хотят найти батрайдера. Еще и проблемы шайдоу демона цепляют. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У тебя ребра отвалились. Как же хорошо здесь отыграли спар. Вообще без шансов для соперника. Ну по большей степени борьба была за эти стаки. Ну там луна. Ой прошу прощения Лина. Вроде драгонслейва много забрала. То есть под занавес. Так что не так болезненно. По всей видимости. Ну весь рут батрайдера. Который был за эти практически 14 минут. Оказался не столь полезен. Каким мог быть бы. Ну много-много работы действительно делает Путш. Это учитывая что он еще и без блинка. 15 пассивок у него уже есть. Из 19 возможных. Это конечно много. Все жирнее и жирнее становится Уни. Ой-ой-ой. Какой хук. Снова ловит здесь на крюк своего оппонента. Без шансов для шадоу демона. А Искут снова отправляется в таверн. 5000 преимущества на 15 минуте. Есть у команды спар. Получается здесь у тебя многое. Но Путш просто шикарен. Далее здесь возможно будет драка. Постарается возможно Батрайдер подцепить. Но у Батрайдера всего лишь 6 уровень. На 15 минуте. Конечно результат не самый хороший. А тут Уни снова ловит оппонента. Минус по PHP. Наращит, наращит свое преимущество. И представьте. 21 килл на 21 минуте. Ой, на 15 минуте у команды спара. Это результат конечно более чем достойный. Пар ищет луну. Но не подставляет. Это здесь в данном случае Калика Кек. Ну мог вот там на физах побежать. Пробежаться тоже найти его. Но как-то решил все-таки их не юзать сверху. Будет ли драка. Ну возможно за Т2 подерутся конечно здесь. Иви будут дефать. По всей видимости. Что есть у Траксы? У Траксы тоже будет Монте Стайл. По всей видимости. Это Курьер вообще летит к нему? Или нет? Или вот этот Курьер? Или вот этот Курьер? Пока не ясно. Ну по крайней мере похоже все что будет Монте Стайл. Именно у Дроу Рейнджера. У Чуи. Как дела у Луны? У Луны имеется пока Мон. Пока имеется Мон. Пока имеется Яшин. Монте Стайл. До него еще далековато. Ну Драгон Лайдс как-то сделал здесь себе Хуи. В последующем хочет конечно выходить в Пури Канпайк. Но сразу же здесь после Яши. Делает для себя Аганим Скипетр. Не знаю зачем именно Аганим Скипетр на самом деле. Если можно закончить и БКБшку какую-нибудь начать собирать. Ну чем раньше соберешь БКБ тем больше и чаще. Чем раньше начнешь больше вносить пульсы в файтах. Учитывая что там нужно драться против Шадоу Демона, того же Луны, Лины и так далее. То есть в принципе БКБ здесь мастхэв было бы. Снова ловят здесь Они Айс Куста. Вообще не дают ему шансов, не дают ему жить. Этот путь наверное будет ему снится в страшных снах. Летит Они в деф и Т2 вышку. Т2 вышка сносится сверху у команды Иви. На миде будет драка, погибает здесь по итогу скорее всего Авду. Авду здесь отправляют, пока нет, пока живет Авдо. Авдо живет, Авдо живет, есть отхилл, помогает ему здесь тиммейты. Чуи заряжает свою стрелу, не смертельную. Давайте посмотрим итог боя, пока он больше в пользу команды Спара. Поймали ПХП. Чуи, накидывает здесь Гаст. Много урона, конечно. Ой-ой-ой, какой хук очередной от Они. И это очередная 19-я уже пассивка, по всей видимости, для него. Еще и подловили здесь Айс Куст. Айс Куст пока живет, выживает. Все-таки здесь Шадоу Демон. Он успевает покинуть свои позиции. Ну и под это все дело можно. Я думаю, для коллектива Спар постараться собрать Т2-вышку на миде, как-то закончить, стараться эту свою инициативу на миде и уже плавно переходить на ХГ соперника в последующих своих действиях. По смокаме решили Спаром выйти и найти своих соперников. Но те находятся довольно далеко, на высших позициях. Но они под вардами ходят у Спар, так что Спар, видимо, там все-таки догадывается, где есть их соперники. Либо же нет. Ну вард сверху этот хороший, конечно. Ну и под это все дело постараются забрать уже Т2-вышку снизу и приближать свой заход на ХГ. Как дела у Луны? У Луны есть Монте Стайл, готовится далее Филактерия, все по дефолту, далее Ханда, но решил без БКБ действовать здесь Луна. Хотя, наверное, все-таки сделать лучше БКБ. Ну, то есть Филактерия, да, потом БКБ, потом уже, если что, заглядит до Ханды. Ну, больше такой вариант, наверное, рассматривается поинтереснее. Ну, разве не прелесть? Ну, БКБ спасет от Раксы, по сути, да, или от аппарата, где-то... Ну, вот от ульта Вайпера, по-моему, нет. Да. От ульты Вайпера здесь не спастись, как и от ульты Пуджа. При помощи БКБ. Дефы идут сильнее, вышку на миде. На миде до сих пор находится Т1, вышка. Стоит она больше половины здоровья. Снесли здесь еще одну Т2, вышку. Игроки команды Спар. Под смоком двигается Луна вместе с Шадоу Демоном. Постараются кого-нибудь найти на своей же тройке, но никто здесь не подставляется. Нужно искать другие способы, как закамбейкать и прокачаться. В принципе, тысяча разницы по Нетворсу, Луны и Траксы, не так-то и много. Ну, ну и понятно. Зума-то, как бы, топ-фармер. В доте. Пока не было так же Рошанов, за 22 минуты практически сыграные. На этой карте Рошан находится снизу. Через 4 минуты буквально уйдет наверх. Где он любит проводить ночь. Да не может обитать снизу. Что, пойду все-таки на Рошана играть из пар? Либо же нет, либо же пойдут по линии здесь что-то вытворять, искать. Три игрока из пара находятся здесь. И это все-таки Рошан. Все 5 уже на месте. Готовы к драке. Замораживают здесь Рошана. Буйма урона. Действительно, куча урона. Здесь есть у коллективы спар. А Егес, конечно же, лошадь забирает здесь Чуи. Хотя нет. Смотрите-ка, Рим Сейн его забирает. Рим Сейн его на саппорт. Но, возможно, просто уже по рофлу, так скажем. По приколу в какой-то степени. На уверенности. Забирает для себя Егес. Ну, либо же то, что он будет хилить подольше своих тиммейтов. Может быть, на это расчет? Возможно, именно так. Идут под смоками игроки с парой, ищут своих оппонентов на тройке. У них находится Луна. Луна фармит без вардов здесь. Они, Они, оп. Они заметил, развернулся. Подошел, улыбнулся. Хотел коллега Кек здесь улетать. Но успевает вовремя здесь поражать Монте Стайл. Гонится, гонится за ним Они. Но вот не хватает здесь, конечно, Блинка. Летит далее на подмогу своим тиммейтам. Здесь старается улететь патч. Но прилетает по нему от Они. Они больно, конечно, здесь ультует. И они тут, конечно, будут проблемы. Коллега Кек уже 17 уровень. Здесь, конечно, Соло выбивает. Это он своего оппонента. Но он не сам тоже самоуверенно там, на самом деле, действовал. Но Луна уже довольно сильная. И, конечно, пробить его будет крайне тяжеловато. Больно, больно. Достается здесь по С2 ТБ. Луна пока не подходит. Далековато. Но он ульту всю на путь джавса делал. И тут уже в масс-файте, конечно, особо сделать чего-то не получится в Соло. Семелье пока жив. Но подставляется здесь. Все-таки Лина погибает. Хотя можно было все-таки, наверное, отойти. Ну и минус Бараки. Должны тут быть. Минус Кунка. Далее. Еле как уходит весь Айс Куст. Луна пока ничем помочь здесь не может. Ультимейта нету. Есть, конечно, Филактерия. Но дальше... Ой, как больно Луне. Как больно нарезает, конечно, здесь Адуль Синея. Минус Барак. А Егис до сих пор еще есть. Пока у Римсейна. Солдер откатился. Можно отходить назад. Что там по Егису? 2.45, да, Егиса. Но там еще 30 секунд до ульты у Луны. И, видимо, этого момента все-таки ждет. Здесь Калека Кек. Ну, решил садить весь ультимейт он в Пуджа. И здесь уже в масс-файте, конечно, помочь своей команде как-то не смог. На вторую сторону замахиваются игроки. Сил Света потихоньку начинают дамажить вражескую Т3-вышку снизу. Ой, как больно Айскусу успевает только себя затянуть. Он в астрал. Поймали Луну. У Луны проблемы здесь будут. Слушают его. И минус Луна у Луны. Не знаю, понятно, есть ли байбэк. Давайте посмотрим. Нет у Луны байбэка. И нечем здесь ей помочь целую минуту. Это минус Бараки. Минус сторона. Еще одна. И, возможно, на третью сторону сразу же пойдут, конечно, игроки с пары. Да, таким пиком. Я, конечно, не ожидал, что все-таки выиграют игроки с пары. Буду признателен, буду честен. Мне казалось, что пик, конечно, гораздо посильнее у команды Иви. Но видим, что реализация персонажей, конечно, на уровне за командой с пар. Но путь кучу работы, на самом деле, сделал. В этой карте. Ну что ж, сносится там. Третья сторона. Есть еще один глиф. Но все равно здесь не успеет Луна прилететь. И сторону, скорее всего, уже успеет снести. Здесь игроки команды спар. 7 секунд до выхода Луны. Ну, Луны ультимейт уже есть, так что можно что-то сделать. Влететь. Но тут уже есть мега-крепы, так что... Да, конечно, дальше пробиться будет крайне тяжеловато. Ну, нужно БКБ. Вот сейчас вот без БКБ здесь Луне делать, в принципе, нечего. Да, влетит, даст ульт. Но, как бы, вот, подловили, убили, поймали. Все. Луны нету. Да, конечно, по-любому здесь нужно было БКБ. Но не сразу переходить уже в ханду. Ну, и ГГ прописывает коллега Кек. Выигрывает, да, на противостоянии игроки команды спар. Напомню, что это была переигровка, да. То есть, заполнительно еще одна карта была. В матче между этими командами. Ну, и поздравляем команду спар. Побеждают они на этой карте. Довольно беспроблемно. Хороший выдался для них матч. И... Довольно уверенно расправились с соперниками. Давайте посмотрим на статистику. По статистике у нас, что мы с вами видим. Килл-лидером является Дулсинея. 9 на 2 и 12 ассистов. Далее Они и Чуи. Они, Чуи вообще один раз умирал при этом. Ну, Они, конечно, кучу работы сделал своими хуками. Хотя является самым низким. По показателю Нетворса. Далее снизу с вами тоже фиксируем, что у Айскуста дела как-то не заладились. Постоянно ловил его Они. 0 на 10. 5 при этом ассистов. Ну, и коллега Кек. Три четверки. Вот такой вот интересный номерок. И при этом все-таки... Как-то развернуть карту эту не удалось. Так, давайте посмотрим, будет ли у нас интервью с игроком команды победителей. Интервью, к сожалению, не будет. Ну, а вас спасибо большое за просмотр этого матча вместе со мной. Для вас комментировал этот матч я. Меня зовут Ильяс. Сценник на им Зиргейм. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»